Хозяина дома не оказалось. В принципе, как и в десятках других по улице Черновицкая, ворота которых стучали члены межведомственной комиссии. А если и выходили, то общаться и объясняться просто отказывались. Специалистов Роспотребнадзора, надзорных природоохранных органов, водоканала и районной администрации встречали другие, более разговорчивые хозяева, четвероногие барбосы. Несмотря на то, что специалистам не удалось зайти во дворы и пообщаться с домовладельцами по улице Черновицкая, что в Нижнешиловском сельском округе, нарушения каждого властям хорошо известны. Все из них получали предписания с предупреждениями об отключении водоснабжения. Сегодняшний повторный мониторинг показывает соблюдать природоохранное законодательство и подключаться к канализационным коллекторам или приобретать локальные очистные сооружения. Здесь никто не собирается. Хозяйственно-бытовые и фекальные воды текут в каждой местной канаве. В данной ситуации мы видим выгребную яму, то есть она герметичная, но обнаружили перелив. Ранее по данному адресу комиссия осуществляла свой контроль. Договор на вывоз ЖБО у домовладельца есть. Договор есть, но вот о вывозе жидких отходов хозяева не заботятся. Меры к жителям, живущим вне закона, принимаются незамедлительно. Дома по предписанию суда отключают от водоснабжения. Если ряд граждан думает, что в разгар курортного сезона мы перестанем работать, они глубоко ошибаются. Наоборот, в разгар сезона это проблема еще более актуальна, чтобы наши гости курорта купались в чистом море. Данной проблеме особое внимание уделяет глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов. На всех совещаниях схода граждан он постоянно напоминает жителям, что от этой проблемы необходимо избавляться совместными силами. И исходя из этого мы проводим мониторинг ежедневно. Рейды в рамках 318 постановления главы Сочи о мониторинге негативного воздействия сточных вод на курорте проводятся с начала 2015 года. Тогда неподключенных к централизованной системе водоотведения домовладений только в Адлерском районе насчитывалось 3699. Сейчас нарушителей порядка 300, которых в случае неустранения нарушения также ждет отключения воды. Ну а чтобы не попадать в список нарушителей и загрязнителей окружающей среды, необходимо обратиться в водоканал с запросом на предоставление тех условий на подключение к централизованной системе водоотведения города Сочи, либо поставить лосы. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.